Всем привет, друзья! Сегодня у нас видосик про замену водички у живца. Вот я часть уже поменял. Один ведерко, второе, третье, четвертое. Это я уже новенького привез. Допустим, вот это вот ведро, это новое, но оно уже постояло день, надо его поменять. И вот тут вот некоторые ведерки, где уже надо поменять. Допустим, вот такой вот можно не менять, они уже отстоялись хорошо. Обычно, когда живет стоит, вот он стоит, допустим, там полоявляется какая-то слизь, мыть, вот где-то живет сходил, остатки еды выбросил. Вот, ну и получается надо менять. Ее меняешь 3-4 раза, и она уже потом становится нормальной. Так, еще насчет отстоявшейся воды. Как понять, что вода еще мало отстоялась или, допустим, не соответствует режим температурный с одной воды, где она была, и в другую. Во-первых, надо воду хранить в одном помещении, чтобы она соответствовала. Во-вторых, хотя бы минимум сутки, а лучше трое, чтобы водичка оставилась. Как только вы вот живца, допустим, с грязной воды достали и солили в новую, если живец начинает крутиться по кругу, боком плавать, очень-очень энергично метаться по ядру, кверху поднимать. Это значит, что в воде присутствует какая-то примесь хлорки или, допустим, вода разного температурного режима. В таком ведре, если вы запустили карася, он очень быстро погибнет. Не весь, процентов может 20-30, но хорошая часть тоже проверена. Сейчас мы поменяем еще ведерко одну. Для замены у меня 10-литрового ведерка. Ставлю такую вот решеточку. Потом беру ведро, какое мне надо. Допустим, вот это вот. И выливаю его вот сюда вот. Переливаем, укрываем, укрываем. Надо сейчас смотреть, чтобы количество жевца было небольшое. Вот, допустим, тут многовато жевца. Сейчас мы его немножко раскинем. Часть в одной ведерко, часть в другую. Сюда часть закинем, часть сюда. Надо рассчитывать такое количество жевца. Смотреть, как вода мутнеет. И чтобы каждый карась мог, он же жабрами дышит с поверхности, чтобы подняться к поверхности и дышать воздухом. Если, допустим, часть карася сможет дышать, а вторая нет, то он весь задохнется. Ну, таким вот макаром. Сейчас температура днем где-то 0-2, где-то раз в 3 дня. Приходится менять водичку, но это пока она отстаивается, пока свежеживется. Когда она отстаивается, она уже будет вот так вот неделю, может стоять приблизительно. Как только будет 0 и плюс, плюс 2, плюс 5, и вы погнали, то фактически каждый день бывает, приходится менять. Опять-таки солнце попадает, не попадает, но в пластике долго вода чистая не стоит. от суток и до, если минусовать температуру, до недели, не больше. А если это будет эмулированная емкость или железная какая-нибудь оцинкованная, то очень-очень-очень долго будет. Вот такой вот обзорчик, ребята. Подписывайтесь на канал. Скоро пойдем на рыбалку. Всем счастливо. Пока-пока.